Мы говорили с вами о том, какие признаки есть у логического мышления, у критического мышления. Сегодня мы поговорим о творческом мышлении. Что такое творческое мышление? Творческое мышление — это тип мышления, в результате которого появляется что-то новое, оригинальное. Это те самые инновации, которые сейчас настолько востребованы, это те самые открытия, которые всегда ценились в истории человечества. Как же нужно думать, чтобы приходить к этим открытиям? Творческое мышление обладает определенными характеристиками. Оно необычно, оно оригинально, оно не шаблонно. Джон Гилфорд в 1966 году выпустил книгу под названием «Природа человеческого интеллекта». И там он ввел два термина — «конвергентное» и «дивергентное мышление». Что подразумевалось под этими терминами? Конвергентное мышление — это такой тип мышления, который ищет единственного правильного ответа на поставленный вопрос. Дивергентное мышление в противоположность к конвергентному — это мышление, которое характеризуется поиском разнообразных ответов на существующий вопрос. И не зациклено на поиске единственно правильного. При описании дивергентного мышления указывается, что ему чуждо поиск черно-белых истин. Дивергентное мышление исходится с совершенно других позиций и задается совершенно другим масштабом размышления. Поэтому, когда мы говорим с вами о творческом мышлении, мы говорим с вами о признаках дивергентного мышления. Того, которое ни на что не похоже, который опирается о свои признаки, о свои задачи и размышляет как-то совсем иначе. Творческое мышление не содержит в себе определенных логических конструкций. Оно скорее построено на интуиции, на чувствовании, нежели на каком-то последовательном ряде доказательств. Это мышление, которое схватывает какие-то истины, которое обнаруживает их и потом раскрывает, объясняет даже с помощью логического аппарата. Творческое мышление характерно для людей, которые занимаются наукой, для людей, которые занимаются различными формами искусства. От литературы до художников до театра. Это та сфера, в которой творческое мышление наиболее применимо. И мы знаем, что чтение художественной литературы всегда гораздо более приятно и познавательно для нас, чем чтение, скажем, учебника по физическому анализу. Поэтому поиск творческих людей и развитие в себе творческого мышления действительно стоит перед нашим обществом, перед системой образования в частности. Являетесь ли вы творческим человеком? Статистика говорит, что до возраста 7 лет 95% людей являются творческими. Следующий срез в 10 лет показывает, что от этих 95% остается только 7 или 5%. Что же происходит? В какой-то мере построенная на логике система образования заужает наше мышление, сводит его к какой-то определенной схеме и закрывает некоторые наши творческие способности. Но не обязательно винить во всем ту систему и те условия, в которых мы растем. Дело в том, что в возрасте 7 лет происходит некоторая переориентация мышления человека. Из поиска ответа на вопросы, что такое мир вокруг меня, ребенок начинает задумываться о социальном мироустройстве. И он начинает внутренне искать те схемы и шаблоны, которые уже разработаны для того, чтобы жить в человеческом обществе. Поэтому внутренние и внешние факторы приводят к тому, что значительная часть творческих способностей теряется в возрасте от 5 до 10 лет. Тем не менее, даже если вы взрослый человек, у вас скрыт большой творческий потенциал, и вы можете развить его, делая упор на творческом мышлении и на творческом решении задач. Творческое мышление характеризуется высокой степенью познавательных процессов, некоторым любопытством человека к окружающему миру и желанием найти ответы, которые не вписываются в определенные рамки. Безусловно, это требует смелости и преодоления стереотипов мышления. Но вместе с тем, это приводит к удивительным открытиям, которые часто становятся достоянием всего человечества. Какие особенности творческого мышления или дивергентного мышления были отмечены Гилфордом? Прежде всего, это легкость и производительность. Когда творческий человек занимается и на него находит вдохновение, как правило, он делает что-то очень легко и получает феноменальные результаты. Это хорошо знают люди творческих профессий. Когда вы чувствуете вдохновение, когда вами владеют идеей, и вы наполняетесь энергией, вам легко работается. Это нельзя сравнить с тем монотонным трудом, которым занимаются рабочие на фабрике, выполняя одну и ту же операцию. Как правило, творческое мышление характеризует гибкостью. У него нет шаблонов, и к каждой задаче человек придумает новые подходы и новые решения. Дивергентное мышление также характеризуется оригинальностью. Те мысли, которые приходят в голову творческому человеку, и те решения, они нестандартны, они не похожи ни на что. Эту способность к оригинальности можно развивать в себе. Очень часто мы мышлим шаблонами и остаемся в этой проторенной колее надолго. Если каждый день вы будете наблюдать внимательно те вещи, которые происходят рядом с вами, и пытаться находить признаки предметов, которые похожи, хотя предметы совсем различны, вы будете развивать в себе способность увидеть оригинально, предлагать свежие решения. Дивергентное мышление также охарактеризуется точностью. Когда человек творчески трудится, как правило, ему додается не только легко, но имеет определенную стройность, определенную красоту в его рассуждениях. Мы можем чувствовать это, когда читаем произведения гениальных писателей. Там есть определенная легкость, оригинальность, но вместе с тем есть внутренняя логика, которой подчинено все произведение. Итак, эти качества дивергентного мышления противопоставляются традиционному консервативному логическому мышлению, которое требует последовательности, аргументации и точности во всем, что они делают. Многие исследования доказали, что творческое мышление является потребностью человека. Человек, занимающийся творческим трудом, гораздо более удовлетворен жизни, чем человек, который занимается трудом монотонным. В творческом раскрываются неожиданные стороны его таланта. Он преодолевает шаблоны и рутины действительности и позволяет с чему-то новым рождаться на свет. В пользу того, что творческие способности являются потребностью человеку, также служит чувство глубокого неутовлетворения, которое испытывают люди, которые трудятся шаблонным и монотонным трудом. Итак, мы с вами поговорили о том, какими характеристиками обладает логическое мышление, критическое мышление и творческое мышление. Все эти виды мышления можно воспринимать как некоторые инструменты, которые нам даются для того, чтобы наше обучение, наше исследование и наша работа была максимально эффективной. Эти инструменты могут работать поодиночке, но также могут взаимодополнять друг друга. Например, критическое мышление будет весьма полезно при оценке тех творческих открытий и идей, которые приходят к нам в период вдохновения. Применение сильных сторон каждого из этих видов мышления поможет нам наиболее эффективно справляться с теми образовательными задачами, которые Господь дает нам. Будьте успешны! Продолжение следует...